Друзья, всем привет! Вот и настала пора постройки первого здания на собственном участке. И так как часто что-то мастерю и снимаю это на видео, в помещении совсем для этого не предназначенного, то было решено начать строительство именно с мастерской. Размер постройки 6х4, по контуру были вкручены сваи и на них построен каркас будущей мастерской. Подробнее про каркас я расскажу в одном из следующих видео про мастерскую, а в этом я хочу рассказать про сложности, с которыми я столкнулся при утеплении, а точнее как их можно избежать. Итак, первое, что я посоветую сделать, это утеплить постройку снаружи в углах, потому как после внешней отделки придется подлазить к этим узлам изнутри, что не очень удобно. Поэтому делаю это сразу после возведения каркаса, тем самым я сразу закрываю вопрос с теплыми углами. Утеплять я решил пеноплексом 100 мм, по стойкам. Пеноплекс я выбрал, так как у этого материала очень низкая теплопроводность, помещение хоть и техническое, но хочется, чтобы оно было энергоэффективное и при необходимости его можно было легко обогреть, чтобы комфортно поработать. А 100 мм пеноплекса и 100 мм минеральной ваты, это две большие разницы по теплопроводности. 100 мм пеноплекса заменяет 150, а то и 200 мм минеральной ваты. Также пеноплекс не впитывает влагу, в нем не живут насекомые и он очень долговечный. Для минеральной ваты шириной 600 мм обычно делают расстояние между стойками в 590 мм. Вата легко сжимается и не выпадает, она легко поместится в проем и 580 мм. Что не скажешь о пеноплексе, который имеет высокую прочность нажатия. Его не получится затолкать между стоек. Второй момент в том, что лучше оставлять по бокам места для клея пены, чтобы исключить присутствие воздушной прослойки между пеноплексом и деревом. Поэтому в моем случае есть необходимость срезать шип с листа. Делать это обычным ножом можно, но я решил сделать простую приспособу из подручных средств. Для этого необходимо взять две небольшие деревяшки, которые соединяем между собой как на видео. Внутренние стороны должны получиться 25 и 50 мм. Именно такого размера шип у пеноплекса 100 мм. Короткой стороне вкручиваем саморезы и вставляем между ними немного под углом сначала одно лезвие с вылетом на 25 мм, а затем второе с вылетом чуть больше 50. Торчащие концы лезвия срезаем болгаркой, чтобы не пораниться. Простой шиповый резак готов. Просто прижимаем приспособу к шипу, который нужно срезать, и ведем вдоль листа, после чего он срезается. Кстати, если появилась необходимость наоборот сделать шип, то просто докручиваем еще одно лезвие перпендикулярно этим с вылетом 25 мм и точно так же проводим приспособу по плоской стороне листа и нарезаем шип, который идеально подходит к заводскому шипу. Разобравшись с шипами и пазами, появился другой вопрос. Постройка каркасная и для усиления смонтированы укосины, которые утоплены в стойке на ширину доски, то есть на 25 мм. Отсюда появляются вопросы. Первый – это как удобно, точно и быстро сделать разметку на листах, а второй посложнее – как вырезать пазы такой глубины и ширины. С разметкой решение элементарное. Просто прокрашиваем края укосин обычным самым дешевым баллончиком и тут же прислоняем лист. Краска остается на листе и разметка готова. Кто-то скажет, что много краски уйдет, но могу сказать, что мне хватило одного баллона на две стены и в баллоне еще осталась краска, которой хватит и на третью стену. С разметкой решили, а вот как вырезать паз? Попробовал вариант с горелкой и скобой, которая должна нагреваться горелкой и пока скоба горячая, быстро вырезать этот паз. Но вариант полностью провальный, так как скоба остывает через несколько сантиметров. Далее попробовал вырезать все ножом. Варианты, конечно, рабочие, но до ужаса долгий, неаккуратный и оставляет после себя кучу мусора. В интернете нашел варианты с паяльником для пластиковых труб, к которому прикручивают типа скоб и нагретыми скобами вырезают пазы для укладки труб, теплых полов. Но к моему случаю тоже не применимо, так как для труб надо сделать паз в 20 миллиметров, а у меня целых 100. И тест показал, что нагрева не хватает даже для 50 миллиметров. Не хватает температуры и пеноплекс не плавится. В итоге я придумал способ, как мне вырезать эти пазы. Для этого понадобится паяльник. У меня вот такой старый советский мощностью в 100 ватт и кусок медной трубки. Трубку расширяю с одного края шуруповертом с биткой, диаметр которой оказался как раз тем, который мне нужен. Трубка нагревается от трения и легко расширяется. Далее отрезаю трубку длиной около 8 сантиметров и делаю пропил в 2,5 сантиметра посередине трубки с нерасширенной стороны. Теперь выгибаю концы, как на видео, и расплющиваю их молотком. Также расплющиваю, насколько это возможно, саму трубку. Примерно 3 сантиметра должно быть сплющено. Это как раз глубина, на которую нужно будет углубиться. Теперь вставляю трубку в паяльник и жду, пока она нагреется. Пока делаю разметку. Как вы поняли, ширина прореза получится 5 сантиметров, поэтому придется резать в два прохода, но это уже гораздо лучше. Как вы видите, режет такой резак не сильно быстро и глубину надо контролировать, но и сил особо не тратится. Просто держим паяльник с небольшим усилием и оно потихоньку вырезается. Оставшиеся края просто срезаем ножом. В дальнейшем, если понадобится, я воспользуюсь именно таким способом. На мой взгляд, он оказался достаточно эффективным. Занимаюсь мастерской в свободное время, поэтому не пугайтесь то, что на кадрах уже зима, которая, кстати, в этом году пришла рановато. По крайней мере, снег уже лег уверенно и складывается впечатление, что он уже не растает. В общем, утеплил пару стен мастерской, но осталось нарезать кусочки в самом верху. Так как они все имеют одинаковый размер, то просится какой-то автоматизатор для нарезки одинаковых кусков. Приспособа довольно простая. Для ее изготовления я взял шпильку 10 миллиметров, 4 шайбы и 4 гайки. Надо сделать 2 шпильки минимум сантиметров по 30. Я сделал два куска по 40 сантиметров с запасом. Далее на дощечке 25 на 150 делаю по краям отверстия в 10 миллиметров под шпильки и вкручиваю туда шпильки, притягивая с двух сторон гайками с шайбами. Кстати, под шайбу снизу лучше сразу заложить провода и тогда уже притягивать. Далее накручиваю проволоку на шпильки. Высоту от доски до проволоки беру 23 сантиметра. Как раз получается 1 сантиметр запаса. Проволоку я взял нехромовую, так как она у меня была давно уже. Как раз для подобных случаев. Я как-то делал немного другой резак. Продается такая проволока в магазине электрики. Это что-то типа нити накала для плит. Далее доску прикручиваю к какому-либо основанию, чтобы не скользило. На другие концы проводов прикручиваю по саморезу и вставляю их в плюс и минус обычного аккумулятора для шуруповерта. Тут надо будет поиграться, так как если тонкая нить, а мощность аккумулятора большая, то нить может перегреться и порваться. Тогда нужно регулировать толщину нити, добавляя по проволоке, или поискать послабее аккумулятор или блок питания. Надо, чтобы она не нагревалась до красна, но была горячая. Таким образом я легко нарезал нужное количество кусков. Продолжение следует... Пока что не стал утеплять заднюю стенку, так как думаю на ней разместить окно. А так буду делать это по тем же технологиям. С потолком тоже достаточно все просто. Надо вкрутить саморез по краям и положить сверху лист пеноплекса. Закончу эту работу как только сделаю двери, чтобы было тепло и комфортно работать. Так что, друзья, вот такой, надеюсь, полезный информативный ролик получился, который, надеюсь, кому-то будет полезен. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и пишите в комментариях ваше мнение насчет таких приспособлений и советов. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока!